Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ежедневные награды забрали. Дальше в магазин открываем бесплатный пак. Все по стандарту у нас идет. Так, зэк выпадает. Дальше идем в список. Находим нашего крэнга и начинаем. Подожди-ка, а зачем нам крэнг-то? Мы же Кужеголову начинаем качать. Конечно же, ребят. Конечно же, Кужеголову. Крэнг у нас все прокачанный. Так, значит нам не хватает 10 ящиков с инструментами. Поехали. Раз. Ящик есть. Второй ящик. Третий. Четвертый. Так, четыре. Это получается нужно еще... Так, пятый. У нас был один, по-моему, да? Шестой. Седьмой. Восьмой и последний. Девятый. По-моему, у нас один ящик был, если я не ошибаюсь. Да, друзья мои. Прокачиваем. До четвертой ступени массовую атаку. И... Это что у нас? Для маузеров, по-моему, что-то, если я не ошибаюсь. Ловушка для маузеров. По-моему. Да, приманка. Приманка для маузеров. Давай еще одну найдем. И, в принципе... Да, отлично. Так, ну что, здесь мы нашли. Потом надо будет еще найти 5 комиксов. 2 видеомагнитофона. Или как? Аудиомагнитофон. И 12 знаков. Номеров, точнее. Так, заберем здесь награды. Пройти серию испытаний. Давай сразу же пробежимся. Тьфу ты, блин. Собрать. 3, 4, 5. Вот так вот сделаем. Погнали. Быстренько с тобой сейчас пробежимся здесь. Вот они стоят, голубчики. Давай ракеты для начала вопсим. И уже по денежке их добьем. Раз. Два. Окей. Волны, наверное, достаточно будет? Неа. Недостаточно. И этого недостаточно. Тогда укусик. Добивка. И добивка. Вот как-то так. Ну что, вот и серия испытаний у нас пройдена. Соответственно, мы заберем награду. И там остается у нас только лишь поднять уровень персонажа. Как только мы собираем нужное количество мотогена, конечно же, будем докачивать нашего кренга. Кренга будем докачивать до сотого уровня. Так, здесь. Опа, жетоны. Жетоны это вообще, ребята, смак. Ну что, я перехожу сюда и начинаю потихонечку фармить. Начнем, наверное, отсюда. Так, это маяк. Это доллары. Это осколки. Это жетоны. Опять жетоны. Эй, 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 эй. Ребят, вот. Бибов классика выпал. Теперь нам нужен рок-стаги классика. Е. Сорок. Сорок сыра еще, да? То есть, ну нормально. Нормально, можно еще кого-нибудь вытянуть. Так, это жетоны. Есть. Рок-стаги получили. Е-е, и бибов достался нам. Так, ну что, давай попробуем тогда здесь бибовчика вытянуть. Есть. Ребят, ну это шикарно. Это просто шикарно. У нас даже есть еще сыр, может быть, пройти. Блин, ну тут вот... Донателло и Леонардо. Была, не была. Поехали. Поехали, ребят. Попробуем пройти. Ну как попробуем? Не попробуем, а мы пройдем. Просто почему я это решил сделать? Видел, как у нас сейчас? Все мы нашли. Еще и сыр остался. Это чтобы, если вдруг такое получится в следующий раз, нам не думать, куда его потратить, а просто заходим в это событие, оно уже будет у нас пройдено, и просто начнем с тобой здесь дофармливать. Просто таким образом мы очень быстро накопим на классических наших, так сказать, Бибопа и Рокстеди. Это они тоже у нас не прокачаны, поэтому, естественно, все для этого и делается. Ну что, давай, Шрадер, выходи. Он идет, так, знаешь, земля аж трясется. Как будто там супергигант какой-то выполз. Тинь-тинь-тиньс. Донни ему своим посохом Бо пробил котелок. Ну что, великолепно. Я лично доволен. Так, и еще даже немножко осталось, да, на один раз. Рерол. Оп, видишь? Ты видишь, какой фарт? Да, ребята, это если посмотреть по списку. Сейчас, сейчас, сейчас мы найдем нашего и Бибопчика. Вот Бибоп классика. И где-то здесь должен быть Рокстеди классика. Я, наверное, его пропустил, да, уже? А, нет, вот он. И вот, ребята, Рокстеди классика. То есть, конечно, желательно бы их прокачать как можно быстрее на фулл-звезды. И это будет круто. Ну что, пойдем тогда жетончики, наверное, еще понабиваем. Жетончики понабиваем. И сразу же после этого мы сможем приобрести 3 ДНК на кого? Конечно же, на Слэша. Раз мы решили Слэша качать, будем качать его. Ну, не то, что даже качать, а искать на него ДНК. А потом, я думаю, мы плавно перенесемся на маузеров. Да, ребята, мы будем с вами там... Кстати, у них, по-моему, намного... Или, может быть, нам лучше маузеров находить. Просто у них очень мало ДНК нужно найти. Ну, сейчас мы насобираем с тобой вот эти вот жетоны. Перейдем в магазин и там уже посмотрим. На Слэша дофигища надо. Очень много, ребят. А вот на кроликов, если не ошибаюсь, там, по-моему, 30-40 ДНК всего лишь. Ну, я не спорю, да. Они по ДНК, именно по жетонам точнее, они самые дорогие из всех, ребят. То есть, там у нас... Каких бы ни было персонажей, маузеры самые дорогие. У них 810 жетонов требуется всего лишь за 3 ДНК. То есть, за 3 карточки. Ну, как бы, не знаю даже. Не, ну, ладно, Слэш так Слэш. Все, ребят. Раз сказал А, говори и Б, да? Все, Слэш. Сейчас мы этого... Так, Слепоту. Ну, точнее, не Слепоту, мы ему понизили меткость. Так, гранату бросает вонек. Блин, постепенку не помесил. А вот что этот значок означает? Вот этот плюсик с какой-то, я не знаю, кляксой. Эй-эй-эй-эй, ты мне еще... Урони зэка, е-мое. Зэк уже там на последнем издыхании выдержал еле-еле. Ну, что, все шикарно, все хорошо. Заходим в магазин. Да, ребята, 29 ДНК всего лишь надо на Маузеров. А на Слэша... Ну, ты сам видишь, сколько нужно на Слэша. Да пупение. Ну, что, поехали. 38. 38 ДНК. Это же сколько нам еще, е-мое. Долго мы будем копить. Потом еще на Рокула. Нет, если бы было бы почаще событие на... Мутантов этих, да? Которое, оно... Периодически появляется. Мы бы, наверное, быстрее собирали. ДНК. А так как оно очень редко, соответственно... Тяжело нам это все дается. Ну что, друзья мои. Лига Сегунов 3 звезды. Рамка у нас 70 здесь. Давай, попробуем. Потихонечку, потихонечку. Я думаю, Армагон, наверное, справится. 61-62-то тебе под силу же, по идее, Армагоша, да? Ты, по-моему, там ближе к 70-никам уже начинаешь. Ну, задавать свои позиции. Здесь-то ты вырубить их должен. Обязан. Ну да. Я не ошибся. Так, это мы, получается, сегодня зайдем в Лигу Мастеров. А вот до какой именно Лиги мы дойдем? Хотелось бы, конечно, до 3-х звездочной. Лига Мастеров 3 звезды, но вряд ли это сегодня осуществится. Так, что же взять? Давай я возьму, наверное, Бакстера и... Зека. Бакстер и Зек. Раз, два, три. Тут уровень-то у них, в принципе, не особо такой мощный. 61-62 у нашего противника. Так что Зек бросит бомбочку. Ну, а потом, по идее, должен сходить Бакстер. Ну, естественно, со своей смертельной волной. Упс. Как так? Как это ты Рафаэльчика оставил в живых? Непонятно. Ну, видимо, у него, друзья мои, классовое преимущество. Поэтому он урона много и не получил. 43-я позиция. Да, долго-долго будем продвигаться. 16-22. Отлично. Но тут майки. Поэтому я возьму здесь Шреддера, наверное, и... Возьмем Донателло. Тут еще и Хан. Тоже не стоит забывать. Я почему отмечаю этих персонажей? Это именно те, у которых высокая инициатива. Которые в случае, если у нас что-то пойдет не так, будут нас тут разбирать. Но Хан не страшен. Ой, Хан. Крис Брэдфорд, е-мое, Хан. Хан-то как раз и страшен, думаю бы. Ну что, с 43-ю мы перебираемся на 26-ю. Нет уж. Давай-ка 16-22. Вот. Берем Макмана здесь. Я возьму... Да подожди ты, майки, куда ты лезешь? Макман и Леонардо. Но я тебе сразу скажу, что инициатива у кроликов будет, по-моему, в разы сильнее. Сейчас, кстати, посмотрим, кто будет первым ходить. Леонардо или все-таки кролики? Все-таки Леонардо, да? Тогда давай смотреть дальше. Макман или кролики? Макман. Ну, возможно, возможно, друзья мои, потому что у него кролики были 66-го уровня. Если бы были как, например, хотя бы тот же самый Макман или Леонардо, ну, сотово, да, скажем так, то, наверное, у них была бы инициатива посерьезнее. Давай, 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 16-22. Что ты опять мне подсовываешь? Тут 16-21 свое. Ну, хорош. Любитель вот это вот повредничать прям. Эх, кренку-то осталось всего ничего, ребята. 4 уровня всего поднять, и он будет сотым. И сразу переходим на кожеголового. Пока будем качать кожеголового, я думаю, там, наверное, насобираем нужное количество нам ДНК, и... Будем прокачивать еще какого-нибудь, или классического бибопа, кстати, посмотрим там. Такс, кренка, конечно, сплоховал здесь. Не добил чуть карика, буквально чуть-чуть не хватило. Причем вот этот вот луч, он бьет, и, я так понимаю, никакого дебафа он не вешает. Просто чисто физурон. Ну что, Лига Мастеров, одна звезда уже взята у нас. И что-то мы до сих пор 16-22 с тобой покоряем. Взять вот эти вот... Ну, почему я беру вот, ребята, их? Потому что Рафаэль одиночка, Майк одиночка, я имею в виду одиночные атаки. Крис одиночка, Рокзар одиночка, Джастин, но потому что он там шел последним из тех, кого можно было бы взять. Поэтому я его сюда и включил, вот этот отряд. Естественно, Рафаэль берет провокацию, так нам будет намного быстрее все это сделать, разобрать. Тут я возьму усиление. Этот берет ускорение. Да, конечно, ага, ага. Ой, Брэдфорд, чудик ты. Вот, вот эта массовая, конечно, неплохая. Неплохая, тут не поспоришь, ребят. Услышь, она очень мощная, к тому же. Так, давай Дуни с дачи. Даже уклоняшка не помогла ему. Хлоп. Добьешь. Красавчик. И этого, пожалуйста. Все. Да, Джастин понизил им, как говорится, броню. Ну, и после этого они просто разобрались. С 94-й позиции мы перемещаемся на 79-ю. Вот так вот. Дай-ка мне... Вряд ли 17-23, конечно, они мне подсунут. Возьмем усаги. Так, так. Сколько у меня 55-ых еще? Ё-моё. Ну, опять же, это будем разыгрывать через Супер Шредера. Через Супер Шредера и там, наверное, Армагоны еще. Мы их отыграем всех сегодня, абсолютно. Никто, как говорится, не уйдет. Не отыгранным. Красава. Вот это вот, вот это вот, молочага. Сделал все по уму. На. Шелезно-головый там еще брейк-дансовый танцует. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, статистику. Хочу до 50-го места добраться, уже будет нормально. Так, 16-22. Раз, два, три, четыре, пять. Будем тогда вот так отыгрывать. В наименьшую сторону, от большего к меньшему. Ну-ка. Надо к этому бомбить. По возможности, быстрее. Морозильную кошку. Ну, этот вешает иммунитет. Ладно, предположим. Так, валим морозилку. Тут, наверное, я возьму провокацию. Так, Тима, Тима, Лорик. Ну, не пригодилась своя провокация, но все-таки вдруг что-то пошло не так, чтобы он, по крайней мере, на себя брал удар. Ну что, 50-е место дадите мне? Ровно полтинчик. Окей. Ну что, у нас, по-моему, все резервы. А, нет, есть еще. Есть. 67-й. Так, ну тут у нас Тигринный коготь. Змея-карай. Паукус. Давай начнем дебафить сразу же их. Сразу же начнем дебафить. Плюс паутинка. Меткость понижена, да? Дальше крик души. Добьешь, Доня? Я знаю, что ты добивать сам не свой. Да. На добивке он еще куда не шло годится. А вот именно если чисто бомбить, наносить максимальный физ урон, это не про него. Ну что, 35-е место. Так, ну а теперь... О, 17-23 начали давать. Ну а теперь все по-старому, ребят. Берем наших старых проверенных временем бойцов, за которых я просто нисколько не сомневаюсь, что здесь пройдем. Естественно, Супер Шреддер, точнее... Ну да, Супер Шреддер, потом Армагон, и все, и они будут валяться. Так, сегодня еще Дракон и Всадники Овуха, ребята. Должен быть у нас доступен... Новое испытание, событие. Так что, после черепашек будет... Новое событие. Так, давай 20-ю позицию. Окей. То есть, по 15 ступенек мы пролетаем. Так, Армагон, возвращайся. И, наверное, можно взять Лео. Армагон и Лео. Раз, два, три. Ну, Армагон, конечно же, сейчас... Свою валун отправит. Ну, почти получилось у него всех закосить. Почти там, чуть-чуть у них... ХПшки были. Ну, для этого Леонардо у нас, как говорится, взят был. Чтобы именно добивать. Ну-ка. Какая там? Пятая позиция? Четвертая даже. Ну, что же. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка. 17-23 было, и уже не надо мне тут говорить, что... Вот. Что такого не было. Раз, два. Раз, два, три. 38 откатов. 38, да? Значит. Слушай, ну, тут прилично. Можно будет побомбить. Можно даже, наверное, в топчик забраться. Сегодня прям. Хотя не получится. Наверное, бойцов не хватит. Вот сейчас, в данный момент, мы переходим в Лигу Сегунов... Ой, в Лигу Мастеров Три Звезды. Вот после этого поединка. Место будет где-то 90, да? А, 89. Вот. И... Слушай, хотя, на самом деле, можно будет попробовать пробиться. Нормально у нас тут бойцов. Нормально. Должно хватить. Слушай, ну, это будет прикольно, если мы сейчас заберемся прям... Чем плюс, друзья мои, когда ты занимаешь Лигу Мастеров Три Звезды, желательно еще топчик? Потому что через 12 часов ты получаешь награду. Соответственно, ты получаешь доллары, да? Ну, еще что-то там. Мутаген еще. И чем выше ты будешь находиться во время этого отчета, во время этих окончаний, 12 часов, тем лучше ты получаешь награду. Поэтому надо всегда лучше брать с запасиком. Понимаешь, да? Так что вот в Лигу Мастеров Три Звезды, если... Быстро очень забежим, если мы там займем хотя бы 50-е место, это будет уже гарантия того, что мы получим хорошую награду. Хотя я уже начинаю сомневаться. Что-то как-то... Что-то как-то бойцы начали быстро у нас тратиться. Хотя режим тот же самый, да? Два сильных, три слабых. Ну, я вот посмотрел сейчас, что-то там на поединков еще 6. А нам как минимум нужно поединков 20 сделать. Здесь добить. И, соответственно, в Лиге Мастеров Три Звезды тоже нужно будет добить. Так, 60-е. 61-е. Вот, уже начинаются сбои. 61-е место здесь дали. Ну, 61-е место дали, но прошли мы не 15 ступенек, а 14. Лучше бы, конечно, в плюс шло, а не в минус. Окей. Так, погнали. Добиваем. Прекрасно. Все очень хорошо. Идеальная победа. Ну. 48-я. 48-я. У них уже... Ого. 75-й, 72-й уровень. То есть... Насколько я помню, у Леонарда не супер-пупер-инициатива, поэтому... Наверное, нам... Надо завязывать. Леонарда лучше брать Шредера и Армагона. Потому что дальше может все выйти очень-очень плачевно. Армагон-то ладно, он в любом случае будет ходить первым. А вот Леонарда... А вот Леонарда как раз-то нет. Ну, в Лигу Мастеров Три Звезды-то мы сегодня точно заберемся. Уж на этом у нас хватит ресурсов. Ну, а топчик-то, конечно, вряд ли. Что-то я погрешил себе насчет топчика-то. Топчик уже завтра будем брать. А завтра у нас что за день недели-то? Завтра, по-моему, у нас событие еще там открывается одно. Хотя оно будет не обязательно проходить там на Крэнга. Стоп. А если я не ошибаюсь, то на Крэнге будут классические бойцы. То есть там тоже будет Бибоп и Роуст и Классика. По-моему, так. Туда же входит классический Шредер. И сам Крэнг. По-моему, так. Я имею в виду воспитание Технодрома. Так, Армагон. Супер Шредер. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще три поединка, не считая вот этого. Ну да, Лига Мастеров Три Звезды будет сегодня взята. Но только на самом начале. То есть никакого пятидесятого места, естественно. Никакого полтишочка. Так, обдуплились. Все, молодцы, красавчики. Двигаемся дальше. Сейчас будет какая-то у нас. Десятая, пятнадцатая, девятая, шестая. Ну вот, шестая позиция. И откаты. Ты посмотри, как у нас жестко улетают откаты. Был сорок один. Осталось двадцать четыре. Копишь их, копишь, копишь, копишь. И на тебе. Заканчиваться. Я, кстати, еще рекламу не посмотрел на десять откатов. А надо бы. А я постоянно забываю, ребята. Я как только с вами попрощаюсь, все, закрываю игру. И вспоминая об этих откатах, только когда начинаю новую игру, я думаю, ну как так-то? Обычно, если я забываю, сначала видоса. Я обычно в конце прохожу. Если в конце забываю, то начинаю сначала видоса. А тут пошли такие моменты, что вообще забываю напрочь. И не сначала, и не с конца. Ну что, попробуем. Так, и последние у нас поединки. Последние поединки, то есть два. Так, сейчас Усаги, потом Арбагон. И, в принципе, все, они тут пойдут все на вылет. Неплохо. Добивай. Отлично. Что и требовалось доказать. Ну что, какое там место у нас? 75-е. Ну что, последний поединок. И, в принципе, будем закругляться. Раз, два, три. Абсолютно все отыгрались. Да. 75-я позиция. То есть, получается, это где-то будет 60-я. Должна быть. Ну, чуть-чуть не хватило до 50-го места. Ладно, ничего страшного. Такс. И добиваем. Добиваем их валуном. Все, ребят. Ну что, жетоны мы получили все. ДНК мы купили. Это мы попрошли. Остается только лишь прокачать уровень кренгу. Если, конечно, хватит у нас на этом мутаген. 59-я позиция. Эксперт. Усиление технодрома. Да, по-моему, здесь все-таки будут классические персонажи. Вот он. Да, хватает, ребят, у нас. 97-й уровень. Прокачать, не прокачать. Ай, давай. Не судьба. Не судьба, ребят. Ну, вроде бы как и все. Да. Ну что, друзья мои. На этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.